Здравствуйте! Мы с вами знаем, что неопределённый артикль используется только перед исчисляемыми существительными в единственном числе, то есть перед существительными, которые можно посчитать и которые обозначают один предмет или существо. А как же быть с тем, что посчитать невозможно? Очень просто. Просто не ставить неопределённый артикль. А что же мы посчитать не можем? Во-первых, абстрактное понятие. Чувства, например, любовь, дружба, ненависть. Во-вторых, материалы и вещества. Это могут быть, например, напитки и еда. Хлеб Мясо Рыба Варенье Мёд Сахар Соль Солт Мука Флауэр Не правда ли похоже на цветок? Тоже флауэр, но пишется не так. Масло растительное Оил Масло сливочное Баттер Сыр Чейз Мороженое Айс-крим Вода 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 Молоко Милк Вино Вайн Пиво Бир Чай Ти Кофе Кофи И многие другие. Кстати, советую вам записать и запомните эти слова, потому что они нам на этом уроке пригодятся. Как же так, спросите вы? Ведь хлеб можно посчитать буханками, булками или батонами. Да, буханки можно посчитать, а хлеб нет. Даже малюсенький кусочек хлеба – это хлеб. А если я отломаю кусок от корпуса своего телефона и, показывая его вам, спрошу, это телефон? Вы точно подумайте, что я сошла с ума. Точно так же и воду невозможно посчитать. Можно посчитать бутылки, литры, миллиграммы, в конце концов, но не само воду. И сахар вряд ли вы будете считать по крупинкам. Небольшая подсказка. Если в русском языке даже после слова «много» существительное используется в форме единственного числа, то в английском языке оно является неисчисляемым и тоже, как правило, используется только в единственном числе. Вы же не скажете, например, «много мясов». Нужно говорить «много мяса». Однако здесь тоже есть свои нюансы. Куда ж без них? Но их мы пока рассматривать не будем. Теперь посмотрим, как строятся предложения с такими неисчисляемыми или по-английски uncountable существительными. Если речь, например, о каком-нибудь продукте идёт впервые или речь идёт о каком-нибудь продукте вообще, а не о каком-то определённом количестве этого продукта. А всё очень просто. Мы строим предложения точно так же, как и любые другие предложения, которые мы с вами разбирали, но без неопределённого артикля, который можно использовать только с исчисляемыми по-английски countable существительными. Сравните эти предложения. Это яблоко. Речь идёт о каком-то одном яблоке. Мы говорим об этом предмете впервые. Это чай. Имеется в виду любой чай. Или мы говорим об этом чае впервые. Причём мы также можем использовать указательные листы имения this и that, если хотим показать, что некий продукт или напиток находится рядом или вдалеке. Сравните. Это чай. Это чай. This is tea. То кофе. That is coffee. Или краткая форма. That's coffee. Этот чай холодный. This tea is cold. Тот кофе горячий. That coffee is hot. Чтобы поставить эти предложения в вопросительную форму, нужно, как обычно, вынести «из» на первое место. Это чай. Is this tea? То кофе. Is that coffee? Этот чай холодный. Is this tea cold? Тот кофе горячий. Is that coffee hot? Чтобы поставить предложение в отрицательную форму, используем отрицание not. Это не чай. This is not tea. То не кофе. That is not coffee. И, конечно, сокращённая форма. That's not coffee. That isn't coffee. Этот чай не холодный. Это чай не холодный. This tea is not cold. Или... This tea isn't cold. Тот кофе не горячий. That coffee is not hot. Или... That coffee isn't hot. Также можно сделать эти предложения отрицательно-вопросительными. Это не чай. То не кофе. То не кофе. Is that coffee not hot? А теперь придадим этим предложениям оттенок удивления. Разве это не чай? Isn't this tea? Разве то не кофе? Isn't that coffee? Разве этот чай не холодный? Isn't this tea cold? Разве тот кофе не горячий? Isn't that coffee cold? В общем, как мы видели во всех предложениях, неопределённый артикль не используется. А вот определённый артикль, да, использовать можно и даже нужно, если речь идёт о конкретном количестве вещества. То есть, о конкретном молоке, которое стоит в холодильнике, или о конкретном сахаре, который нужно кому-то передать за столом. Например, Это чай. Чай холодный. This is tea. The tea is cold. Во втором предложении речь идёт о чайе, который был упомянут в первом предложении. То кофе. Кофе горячий. That is coffee. The coffee is hot. Предлагаю потренироваться. Но сначала, как всегда, запишем и постараемся запомнить несколько новых прилагательных. Сладкий. Sweet. Кислый. Sour. Горький. Bitter. Солёный. Salty. Острый. Spicy. Вкусный. Tasty. Свежий. Свежий. Итак, поехали тренироваться. Причём переводить будем не только отдельное предложение, но целую группу предложений. Мы это уже умеем. Let's go. Это хлеб. This is bread. Хлеб свежий. Хлеб свежий. The bread is fresh. Или The bread's fresh. Он имеется в виду хлеб дорогой. It is expensive. It is expensive. It's expensive. Этот хлеб очень вкусный. This bread is very tasty. Или This bread's very tasty. То мясо. That is meat. That is meat. That's meat. Мясо солюное. The meat is salty. The meat is salty. Очень острое. That meat is very spicy. Это кислое молоко. This is sour milk. То свежая рыба. That is fresh fish. Или That's fresh fish. Это мороженое очень сладкое. This ice cream is very sweet. То вино очень старое. That wine is very old. Теперь вопросительное предложение. Это хлеб? Хлеб? Is this bread? Хлеб свежий? Хлеб свежий? Is the bread fresh? Он Хлеб дорогой? Хлеб? Is it expensive? Is it expensive? Этот хлеб очень вкусный? Хлеб очень вкусный. То мясо? То мясо? Is that meat? Мясо соленое? Мясо? 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 Это очень острое. Мясо? Мясо? Is this sweet milk? Мясо очень острое? Это кислое молоко. Это мороженое очень сладкое. То вино очень старое. Теперь предложение отрицательное. Это не влив. This is not bread. Или This isn't bread. Хлеб несвежий. The bread is not fresh. Или The bread isn't fresh. Он хлеб. Нет дорогой. It is not expensive. It's not expensive. Или It isn't expensive. Этот хлеб не очень вкусный. This bread is not very tasty. This bread isn't very tasty. То не мясо. That is not meat. That's not meat. Или That is not meat. Мясо не соленое. The meat is not salty. The meat is not salty. Или The meat isn't salty. Оно, мясо, не дешевое. Оно, мясо, не дешевое. It is not cheap. It's not cheap. Или It isn't cheap. То мясо не очень острое. Это не кислое молоко. This is not sour milk. Или This isn't sour milk. То не свежая рыба. Это мороженое не очень сладкое. Это мороженое не очень сладкое. То вино не очень старое. Теперь отрицательно-вопросительное предложение. Это не хлеб. Хлеб не свежий? Он хлеб недорогой? Этот хлеб не очень вкусный? То не мясо? То не мясо? Мясо не солёное? Is the meat not salty? Оно, мясо, не дешёвое? Is it not cheap? То мясо не очень острое? Is that meat not very spicy? Это не кислое молоко? Is this not sour milk? То не свежая рыба? Is that not fresh fish? Это мороженое не очень сладкое? Is this ice cream not very sweet? То вино не очень старое? Is that wine not very old? А теперь отрицательно-вопросительное предложение с оттенком удивления. Разве это не хлеб? Isn't this bread? Разве хлеб не свежий? Isn't the bread fresh? Разве он, хлеб, недорогой? Isn't it expensive? Разве этот хлеб не очень вкусный? Isn't this bread not very tasty? Разве это не мясо? Isn't that meat? Разве мясо не солёное? Isn't the meat salty? Разве оно, мясо, не дешёвое? Разве это не кислое молоко? Isn't this sour milk? Разве это не свежая рыба? Isn't that fresh fish? Разве это мороженое не очень сладкое? Isn't this ice cream very sweet? Разве это вино не очень старое? Isn't that wine very old? Ну и парочку вопросов с вопросительными словами переведём. Где хлеб? Where is the bread? Или Where is the bread? Почему мясо очень острое? Why is the meat very spicy? Почему кофе горький? Если вам понравился этот урок, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Ссылки на все уроки этого курса вы найдёте внизу, в описании под этим видео. Желаю вам успехов в изучении языка. Всего доброго! До новых встреч! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры perd протисle �alview! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Всё!